Скажем, слава нашему Господу! Мне хотелось бы сегодня обратиться к Слову Божьему и зачитать первое место Священного Писания, это Откровение, 3 глава, 20 стих, сказано так «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И еще два места Священных Писаний, это Второе Послание Коринфянам, 3 глава, 1 стих. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых одобрительные письма, к вам или от вас? Вы, наше письмо, написано на сердцах наших, узнаваемо и читаемо всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что Буква убивает, а Дух же творит. И пропущу чуть-чуть дальше, и с 17 стиха, это же глава и дальше. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаясь в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией, такое служение мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совестью всякого человека пред Богом». И 6 стих, «Потому что Бог, повелевавший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Я столкнулся с одной такой проблемой один раз, меня попросили один магазин обслуживать, а до меня холодильщик работал, и чтобы ему не делать холодильную витрину очень хорошо, он взял и поднял температуру всего лишь на 2 градуса. Он взял, где хранится охлажденное мясо, вместо 0 плюс 2 поставил 2 плюс 4. И мне звонит, «Дима, у нас мясо не хранится, оно тухнет». Я говорю, «Ну как, в холодильнике, чтобы мясо тухло?» Когда я приехал, я посмотрел, просто этот холодильщик исказил температуру всего лишь, представьте, всего лишь 2 градуса. И покупатель, приходя, думает, что свежее мясо, охлажденное мясо, его, ну как бы, хорошо не надо размораживать, приготовлять для того, чтобы оно там пожарить. Взял, купил и сразу же пожарил. Всего лишь 2 градуса. Слово Божие говорит в откровении, «Но как ты тёпл, и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Вот это Слово Божие я читал. Представьте, вы приходите в магазин, и вы знаете, что оборудование приспособлено для того, чтобы сохранять продукцию. А там искажение идёт. Там всего лишь 2 градуса. Но в человеке так же, как Слово Божие говорит, он может исказить Слово Божие. Всего-то незначительно что-то или прибавить, или отнять. И человек может себя успокоить и сказать, но ничего страшного нету в этом. Сказать такие слова, а температура, сердце уже, образно говорю, что уже ушла в зону, которую Бог говорит. Ты не холоден, не горяч. Почему холоден? Холоден – это температура, при которой продукция сохраняется. А горяч, горяч. Мне звонят, Дима, камера у нас не работает, плюс 10, видно, что не работает. А когда вот такая температура, плюс 4 градуса, продавщица смотрит, ну плюс 4, охлаждается же. А то, что должно там лежать и храниться, оно портится. И Слово Божие говорит так же, из человеческого сердца устроено так же, что человек может слышать Слово Божие, сидеть на служении, когда Бог будет и не только через Слово Божие, но и под действием Духом Святого обращаться к Нему. И состояние человека должно быть, он говорит, открывая истину, представляем себя совести каждого человека. Другими словами, человек должен быть открытым, без всяких искажений принимать Слово Божие. И когда вот такой процесс идет, когда человек сам себе скажет, исказит Слово Божие, все, идет разрушение. И он может не видеть этого. Продавщицы порой не замечают, не видят. А когда продукция должна пролежать 24 часа, а оно через 12 часов, оно уже запах имеет, представьте, вы приходите взять мясо, а оно запах имеет. И так же, как сегодня брат Сергей говорил, что-то случится в жизни человека, какое-то испытание придет и все. И показалось наружу это не из-за того, что, а вот из-за того, что человек за своим сердцем не следит. И вы знаете, про то же самое хочу сказать, что открытый. Я столкнулся еще с одной проблемой. Из Италии пришло оборудование. И каково было мое удивление, там все контроллеры с кодом стоят. Я хотел запрограммировать его, там температуру поставить, еще какие-то параметры изменить. И я не могу. Мне пишет под паролем. Я в документы, пароля нет. И мне пришлось этот пароль самому узнавать. Там 300, вот представьте, от 0 до 300. Любой пароль. И вот я сидел час-два, жал на эти клавиши, пока месяц не узнал, а какой же там все-таки какой-то мастер в Италии поставил свой пароль. И доступ к этому контроллеру появился. Я себя вспоминаю, когда я пришел к Богу. Вот я тоже, как этот мастер из Италии, когда особенно надо было беседовать со служителем, или исповедаться, или просто побеседовать. Вот служитель сидит на меня и смотрит, говорит, ну что там у тебя? Я молчу. Он говорит, ну сколько молчать будем? И вот знаете, вот каждую проблему с меня надо было вытягивать прям. Я одну проблему расскажу, он, ну что там у тебя? Я обратно молчу. Вот знаете, как найти пароль за паролем. Неоткрытое сердце. Что пришел, рассказал, вы знаете, Бог же не хочет, чтобы меня уязвить, что-то показать, что-то особенное. Он знает мое сердце. Написано, что Дух человеческий, Дух человеческий знает, что в человеке. Даже Дух Божий знает, что у нас в сердце находится. И как бы задача Бога исцеления принести, где сказано, где Дух Господень, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буквы убивают, а Дух животворит. Чтобы жизнь пришла во мне. А представьте, у меня проблема, а у меня пароль. Вторая проблема пароль. И служитель порой, мне приходилось по пять, по шесть, по семь часов беседовать со служителем, чтобы... А есть люди, которые, я недавно слушал, десятилетия, так проблему свою запоролят, что надо было на исповедании все рассказать, а вылазит только через десять лет. Ну а что ты... И служитель говорит, вот один служитель с душой, вот, например, на протяжении десяти лет. Ну я же тебя исповедовал десять лет назад. И душа вот так. И вы знаете, мне хотелось бы сегодня молиться о том, что Бог хочет совершать в наших сердцах труд свой. Но вот эти преграды, пароли, знаете, неправильно себе что-то, функцию какую-нибудь поставим. Вместо того, чтобы охлаждать, поставим там, чтобы горячий пар шел, чтобы, наоборот, обогревал. Где надо обогреть, наоборот, сердце замороженное, заторможенное. Как сегодня брат говорит, надо откликнуться на помощь, поучаствовать где-то, кто-то болеет, а мы, наоборот, в свое сердце холода пустим. И мне хотелось бы сегодня молиться о том, чтобы мы открыты были для Бога, открыты для Бога, для Его Слова Божия, потому что Слово Божие, оно животворит. При действии Духа Святого, оно хочет наши сердца изменять. Представьте, а если мы исказим его, да еще и запоролим там, закроем свое сердце. Бог стучится в наше сердце, кто услышит Слово Мое, он скажет, войду и буду вечерять. Чтобы наши сердца изменялись под действием Божьей благодати, под действием Божьего Слова, под действием Божьего Духа. Мы должны открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И мне сегодня хотелось бы молиться, чтобы мы были открыты для Бога, а когда открыт человек для Бога, то ему не, знаете, не составляет труда открытым быть для людей. Аминь. Будем молиться.